На сегодняшний день мы работаем в рамках ВОЗовской классификации 2018 года издания. Уже почти год назад, как она была опубликована. И как и многие классификации последних лет, она уходит от чисто морфологических классификационных критериев в сторону критериев патофизиологических, биологических, молекулярных и клинических. И в соответствии с этими принципами масса изменений, о чем мы немножко поговорим сегодня. Таким образом, основным классификатором для меланомоцитарных образований является так называемое кумулятивное солярное повреждение кожи или CSD, аббревиатура на слайде приведена. И в соответствии от этого фактора, степени его выраженности, можно выделить три основные группы меланомоцитарных образований. Это опухоли с низким кумулятивным солярным повреждением, как правило, это опухоли кожи. Это поверхностно распространяющаяся меланома. Меланома, которая развивается в так называемых бапинактивированных неоплазиях или бапомах. Меланома, которая развивается в глубоком пигметрирующем невусе, пигментной петелиоидной меланоцитоме. И опухоли с высоким кумулятивным солярным повреждением, то есть выраженным повреждением ультрафиолетом, это лентигой меланома и десмопластическая меланома. И целая большая группа образований, которые в своем патогенезе не имеют характерных признаков солярного повреждения ДНК в первую очередь, либо при наличии даже повреждения ДНК ультрафиолетом это не имеет ключевого значения в патогенезе. Это опухоли спиц, акральные меланомы, которые развиваются во врожденном невусе, в голубом невусе, а также вне кожной меланомы, это увиальная меланома и меланома мягких мозговых оболочек. Таким образом, существует несколько характерных изменений в первую очередь на уровне ДНК, которые позволяют группировать именно таким образом все новообразования. Первая характерная черта это ультрафиолетовая сигнатура. Это характерное повреждение ДНК в виде множества точечных мутаций, что ассоциировано очень стойко с именно ультрафиолетовым повреждением. Вы видите опухоли, которые характеризуются высоким и низким уровнем кумулятивного солярного повреждения, то есть в которых этот повреждающий фактор является основным, характеризуются ультрафиолетовой сигнатурой, а также высокой мутационной нагрузкой, потому что такое большое количество точечных мутаций приводит к накоплению мутаций высокой мутационной нагрузки, и это определяет чувствительность этих опухолей к иммунотерапии. В отличие от акральных меланомовиальных и спецоидных, которые не имеют такой сигнатуры, которые не ассоциированы с ультрафиолетовым повреждением, имеют низкую мутационную нагрузку, гораздо менее чувствительны к иммунотерапии, имеют другие повреждения, как правило, на уровне хромосом. Существует ряд общих для различных меланцитарных образований патогенетических путей, мы немножечко поговорим о них. Один из основных – это мап «Кеназный путь», который, видите, в разных образованиях может быть активирован за счет различных механизмов. Это может быть либо мутация в рецепторе непосредственно, либо мутации на более низких уровнях каскада, и для опухолей, характеризующихся повреждением ультрафиолетом, характерна в большей степени брав мутация, в то время как для акральных или меланом-слизистых характерно повреждение на уровне РАС или ЦИКИД. Кроме того, часто вовлекаются механизмы регуляции клеточного цикла. Одним из общих механизмов является потеря экспрессии CDKN2A, который кодирует белок P16, что приводит к тому, что опухолевые клетки приобретают способность не выходить в фазу покоя и бесконечно делиться относительно. Одной из частых дополнительных перестройок является мутация в гене ТЕРТ. Часто она возникает на ранних этапах туморогенеза и тоже объединяет многие образования, хотя за счет разных механизмов возникает. И сама по себе она приводит к иммортализации опухолевых клеток за счет того, что не происходит укорочение теломерных участков хромосом, и они приобретают способность в большей степени делиться. И очень общим фактором является наличие патологии модификаторов хроматина. То есть это не только на уровне ДНК, на уровне генома, на хромосомном уровне, но и на уровне эпигенетическом, на уровне упаковки ДНК. Эти модификаторы хроматина регулируют механизмы самообновления и дифференцировки. При патологии вот этого комплекса SVI-SNF происходит блокировка экспрессии дифференцировочных генов и бесконтрольное деление опять же. Отдельно нужно сказать о гене БАБ, который помимо того, что кодирует белок, участвующий в модификации хроматина, еще участвует и в устранении двухцепочечных разрывов ДНК. Таким образом, он не только регулирует пролитеративную активность, но и приводит к накоплению мутаций, если есть перестройка в этом гене. Поэтому образования, которые теряют этот белок, выделены в отдельную группу, их называют БАП-инактивированными образованиями. Мы немножко про них поговорим. Таким образом, на основании разницы в активации общих патогенетических путей на сегодняшний день выделено 9 групп меланцитарных образований, из которых первые 3 ассоциированы с ультрафиолетом в той или иной степени, а остальные не ассоциированы, либо имеют меньшее патогенетическое значение инсоляции в патогенезе. Помимо того, что есть такая группировка вертикальная, грубо говоря, основное достижение новой классификации еще в том, что она предлагает концепцию этапности развития меланцитарного образования злокачественного. В рамках каждого патогенетического пути вы видите, выделяется несколько этапов. Этап доброкачественного образования или невуса. Невус – это уже клональный процесс. Как правило, в нем имеется единичное мутационное событие. Часто это мутации в гене промоутера ТЕРТ. В дальнейшем, по мере накопления мутаций, в том числе под действием ультрафиолета, развивается дисплазия сначала легкой степени, потом тяжелой степени, меланома ин-ситу, радиальная фаза роста таким образом, и далее вертикальная фаза роста, если мы говорим о поверхностно распространяющейся меланоме. То есть у нас есть такие этапы большого пути. В эту же группу к первому патогенетическому пути относятся БАБ-инактивированные новообразования. В них одним из первых мутационных событий является инактивация гена БАБ. И в дальнейшем, также по мере накопления мутаций, развиваются меланомы. Это касается не только меланом, который ассоциированный с ультрафиолетовым патогенезом, это касается и шпицоидных опухолей, о которых тоже довольно давно уже известно, что есть определенная группа промежуточных образований с атипическими характеристиками, которые сейчас называют атипической спецоидной опухолью или меланоцитомой. В дальнейшем, по мере накопления изменений и в том числе усугубления морфологических проявлений, мы можем назвать это образование меланомой. То же самое касается акральных и мукозальных меланом, которые по спектру нарушений генетических близки друг к другу. Но если вы обратите внимание, то в табличке попадаются вопросики. Если мы посмотрим на вяльную меланому, то вопросиков гораздо больше. Что это значит? То, что эта патогенетическая группа не укладывается в данную этапную концепцию, или, скорее всего, это связано с тем, что из-за редкости этих образований, из-за того, что, как правило, они диагностируются и иссякаются уже на более продвинутых стадиях, мы просто не сталкиваемся с морфологическими проявлениями вот этих вот этапных изменений. Потому что в остальном, в целом, концепция довольно стройная. Вот так вот выглядят на сегодняшний день рубрики в классификации. Несколько слов нужно сказать об узловой навоидной метастатической меланоме, потому что это единственная рубрика, которая не подразумевает какого-то патогенетического выделения образований, а описательную характеристику. И концепция представлена таким образом, что узловая меланома – это лишь фаза вертикального роста, которая заместила уже фазу горизонтального роста. То есть мы не можем на этом этапе анализа образования высказаться о том, каков был его патогенез, каков был его путь, просто потому что мы не видим его начальных этапов, и видим его на довольно распространенном этапе. То же самое касается невоидных меланом. Это просто морфологическая характеристика клеточного состава, никак не характеризует патогенез образований. Метастатическая меланома выделена отдельно, потому что не всегда, в том числе внутрикожные метастазы, можно отличить от первичной опухоли, потому что метастазы локализованы в поверхностных отделах дермы, могут вовлекать эпидермис, могут давать явления газоцитоза, симулирующие первичное образование. Поэтому при отсутствии клинических данных не всегда возможно разграничить эти состояния. И всегда, когда речь идет о первично-множественных меланомах, необходимо, конечно, тщательно анализировать клиническую морфологическую картину. Кроме того, в новой классификации есть целый ряд терминов, которые, в общем, довольно сложны для восприятия. И они определены как связанные с прогрессией до меланомы. То есть это определение вот этих этапных изменений, промежуточных образований с неопределенным потенциалом злокачественности, которые имеют ряд морфологических характеристик атипичных, несвойственных, доброкачественных образований, но не имеют всего набора характеристик, необходимых для того, чтобы назвать образование однозначно злокачественным. И в зависимости от того, какой компонент представлен, они делятся на поверхностные, на меланцитарные образования с неопределенным потенциалом злокачественности, с наличием вертикальной фазы роста. Есть промежуточные образования, хотя это в большей степени генетическая характеристика. Морфологические проявления могут быть абсолютно разные, но по определению должна быть перестройка, характерная для меланомы, в двух и более генах, но в меньшем количестве, чем необходимо для диагностики меланомы. Есть меланцитарное образование с низким потенциалом злокачественности, если честно, это такой непонятный зверь, потому что это то, что выглядит как тонкая меланома, но ведет себя более благоприятно. На морфологическом уровне не всегда можно предположить, как оно будет себя вести, поэтому сложно поставить такой диагноз. И есть общее определение, это меланцитомы, это любое атипическое меланцитарное образование. Почему так получается? Потому что вообще исходно при анализе меланцитарных образований патолог должен выявить и оценить целый ряд различных архитектурных и цитологических характеристик. Не всегда возможно это сделать в силу зачастую особенностей обработки или удаления материала первичного. И помимо того, что мы должны эти характеристики оценить, вес каждого из параметров может существенно варьировать в зависимости от пола, возраста, локализации образования. Поэтому диагностика меланцитарных образований вне клинического контекста – это очень зыбкая почва. Таким образом, концепция сегодня довольно стройная, патогенетическая. Мы видим, что у нас есть ряд патогенетических путей. В рамках каждого из путей мы знаем, что есть этапы этого пути. Каждый из этапов имеет промежуточные, в том числе, свои определения, свои критерии. Но при этом классификация нам позволяет верить и понимать, что мы можем столкнуться с морфологическим проявлением образования между вот этими двумя реперными точками и предлагает нам даже наименование для того, чтобы каким-то образом более стандартно называть эти промежуточные формы образований. Это, конечно, вводит, я думаю, в депрессию клиницистов, потому что такое большое количество сложных для восприятия морфологических терминов, иногда в разных комбинациях, особенно плюс перевод на русский язык. Но и для этого есть решение. Классификация предлагает вот такую вот шкалу, которая по типу шкалы Bayratz позволяет нам оценить риск прогрессии образования, то есть выставить класс именно клинический, который позволяет клиницистам сориентироваться относительно того, необходима ли реэксизия в узких краях или в широких краях, либо же это уже образование с высоким риском прогрессии, и необходимо клинически планировать стратегию в соответствии с рекомендациями по лечению меланомы, в том числе с возможной опцией биопсии сигнальных лимфоузлов. Ну, собственно, это всё, что я хотела сегодня сказать. Спасибо большое, Анна Сергеевна. Как всегда, блестяще о сложном доложить таким простым и ясным языком это только можете вы, патоморфологи, для нас клиницистов. И ваше мнение, конечно, очень важно. Какие, коллеги, вопросы? Патоморфологи есть в зале у нас? Так, патоморфолог онкодиспенсера города Архангельска, Масковчук Людмила Борисовна. У меня вопрос по поводу прогрессирующей меланомы. Что следует отображать в гистологическом заключении? Это действительно очень вопрос интересный, потому что проблема регрессирующей меланомы в том, что мы не можем её стадировать по Т, потому что нам неизвестна её истинная толщина. Поэтому на сегодняшний день вы описываете, на каком уровне вы видите меланомы опухолевые, и описываете инфильтраты, на каком уровне располагается инфильтрат. Потому что, как правило, именно инфильтрат маркирует истинный уровень, на котором была опухоль, которого она достигала. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вопрос, наверное, ко всем. Спасибо вам большое за доклад. Очень интересно, очень познавательно для нас. Меня заинтересовал такой момент. По поводу клиентов семейства АНАСС. Какую-то ауль с клинической точки зрения играют ли они для нас конкретно? Ну, как НРАС, так и КИРАС, ИНЧРАС, собственно говоря. Спасибо. Больше даже к вам вопросов. Как правило, мутации в генах РАС возникают в акральных меланомах и меланомах слизистых. И теоретически они потенциально могут быть таргетируемы, насколько мне известно. Потенциально сейчас, на сегодняшний день, если говорить именно о мутациях НРАС, которые чаще встречаются при меланомах, то таргетной терапии для этого нет. Исследования проводились, но они оказались негативными. С другой стороны, есть некоторые клинические данные, что у пациентов с наличием мутаций в генах как РАВ, так и РАС имеются особенности эффективности химиотерапии. И в частности, вот на московске наши коллеги показали, что глитоксил с кровоплотеном как-то необычно высокую эффективность показывают при прогрессировании, набрав ингибиторов. Поэтому, несмотря на то, что мы много рассказываем про таргетную терапию, про иммунотерапию, химиотерапия в последующих линиях со счетов все равно не сходит. Для этих пациентов может иметь какие-то некоторые преимущества терапия с использованием ингибиторов микротрубочек, к которым относятся токсаны и венкристин, венкалкалоиды, по сравнению, скажем, с лакелирующими агентами. Если уж выбирать, то на основании этого можно склониться в сторону одного или другого подхода. На мой взгляд, вопрос, касающийся беременности и ведения беременности. Но здесь вопрос стоит, если я правильно поняла, если правильно, корректно задан вопрос, у пациентки, скорее всего, метастатической формы меланомы. И вопрос звучит так. Подскажите особенности ведения течения беременности после терапии и пилимумаба в комбинации с неволумумабом. Но тут вопросы, касающиеся достаточно сложные. Может быть, Алексей Викторович, вы смогли бы на него ответить? Я постараюсь. Относительно особенностей именно течения беременности ничего не могу сказать, потому что, не будучи гинекологом, я это не отслеживал просто. Относительно того, можно или нельзя это делать, потому что известно, что беременность, в общем-то, имеет значение иногда в прогрессировании меланомы, и на меланоцитах уровень стройных гормонов, рецепторов иногда бывает больше, чем на раке молочной железы, то, безусловно, эти вопросы поднимаются. Но в целом считается ситуация такой, что при меланоме, и это показано на разных видах терапии, не только антипедиадин, антицетелия-4, что у пациентов, у которых эффект терапии сохраняется 3 и больше лет, крайне низкий риск прогрессирования дальнейшего заболевания. Безусловно, это надо обсуждать с пациентом, и чтобы пациентка была информирована об этом. Но вот у нас успешные случаи беременности после окончания иммунотерапии с полным регрессом, они были. Поэтому, так сказать, особенностей каких-то течений в этом случае не было. Естественно, это единичные ситуации, какие-то массовые выводы делать в этом плане очень сложно. Но я хотела бы подчеркнуть, вот то, что сказал Алексей Викторович, допускается, обсуждается в случае выраженного ремиссии заболевания. А в процессе активной заболевания все-таки считается, что меланозиты проникают через плацентарный барьер. И поэтому, может быть, Анна Сергеевна, у вас какие-то сведения по этому поводу? Ну, это действительно такие ситуации козуистические, но определенный риск действительно описан в случае метастазов в плаценту и метастазов в плод. И меланомы, да, как правило, бурно прогрессируют на фоне беременности, в том числе действительно из-за уровня астероидных гормонов в этих клетках. Поэтому вот обращают внимание, это такой действительно очень крайне сложный вопрос для решения мультидисциплинарной команды, но именно при диссиминированной меланомии, при активной меланомии, все-таки вопросы с беременностью обсуждаются, продолжение беременности крайне-крайне актуальны. Только в случае стабилизации и контроля над болезнью. Продолжение следует...